16 и 17 декабря были тревожными для нефтьюганцев. Стали поступать сообщения об угрозе взрыва в местных учебных заведениях и больнице. Учреждения были эвакуированы, но после тщательной проверки информация о минировании не подтвердилась. В ходе расследования сотрудниками полиции была установлена личность юного нефтьюганца, который так или иначе причастен к этим обстоятельствам. Подросток, 13-летний, делал сообщения на территории других субъектов по полученной информации. Вместе с тем его, так скажем, на знакомые, с которыми он общался в общей сети, сделали сообщение, соответственно, на нашей территории. И именно в отношении указанных лиц работа проводится. Вчера произошло еще одно лжеминирование в одном из торговых центров города. Лицо, оставившее это сообщение, установлено. Им оказался 22-летний нефтьюганец. После проведения судебно-психологической экспертизы мужчина будет привлечен к ответственности. Взрослый мужчина сделал сообщение о том, что в торговом центре МИДУ находится другой мужчина, у которого находится бомба с собой. Соответственно, мы провели эвакуацию торгового центра, провели обследование торгового центра на предмет обнаружения взрывных устройств. Хорошо, что ничего не обнаружили. Эта информация осталась лишь сообщением. Мотивы у него были банальные. Он хотел препятствовать нахождению его друга в указанном торговом центре. Другой важной темой брифинга стала пропажа без вести 17-летнего юноши. Напомним, последний раз Романа Залозных видели 26 ноября в районе нового аэропорта. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Поиски добровольцев совместно с полицией пока так и не дали результатов. И правоохранители ждут наступления весны для их продолжения. Информация нам поступала, мы её проверяли. Именно о том, что его видели в различных городах на территории Ханты-Мансийского округа. Мы эту информацию отрабатывали. Вместе с тем она не нашла своего подтверждения. И, соответственно, каких-то обстоятельств, указывающих на то, что он жив, в настоящее время нет. Всего за 2021 год в полицию поступило 189 сообщений о пропаже людей. По 9 фактам были заведены розыскные дела. Шестеро пропавших были найдены. Также в сравнении с 2020 годом в 2021 более чем наполовину снизилось количество квартирных краж. На 60% количество грабежей, на 40% разбойных нападений. Также ощутимо сократились угоны автомобилей. В 2020 году их было 15, а в 2021 всего 4. Несмотря на уменьшение количества данных видов преступлений, общая цифра продолжает расти из-за увеличения краж с банковских счетов граждан. Около 140 случаев. Часть из них сотрудникам нефтеганской полиции удалось раскрыть. Совершают транзакции с денежными средствами, переводя их с одного счета на другой. Ну и, соответственно, используют подставных лист для обналичивания указанных денежных средств. Поэтому, соответственно, и раскрыть их очень сложно. Вместе с тем, по кражам у нас в прошлом году раскрыто 30 преступлений данной категории. В наступившем 2022 году под особым контролем полиции будет производиться реализация продажи спиртных напитков. Связано это с недавней ситуацией с суррогатным алкоголем, которая привела к многочисленным летальным исходам в Кандинском и Октябрьском районах. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».